Едем оформлять Артема в новую школу, ну как в новую, с 5 класса переходит в другую школу, сейчас поедем отдадим документы, я точно снимаю в твоей лице, конечно снимаю, так вот она эта школа, где-то здесь сейчас запаркуемся, это самая близкая школа к нашему дому, она в принципе очень большая, 3,5 километра до нее, это самая близкая школа. Но она же все равно самая близкая, это Гезамтшуля, если кто-то знает и разбирается, в Германии разные школы, даже я не разбираюсь, разные системы обучения, все пошли, сегодня солнечно, но немножко ветерок, сейчас посмотрим, это остановка автобусов, прикольно, прямо возле школы. Да, ну вот на нашего дома 70-й едет, а не фау-фау-фау или 20-й. Никого нет, вечер, сейчас 5 часов вечера, куда идти? Красная это гимназия, гимназия Гезамтшуля, а, Абенгимназия, вечерняя гимназия. О, Артем, ты должен будешь сделать здесь что-нибудь новенькое. Окей, договорились? Да. Это же футбол. Ты по боксу принесешь сюда им кубок свой. Артему надо выбрать теперь в этой школе, в какой класс он пойдет, спортивный класс, музыкальный класс, класс искусства или что такое фордер? Вот это вот что? Это другое, это не класс. Это не класс? Ха-ха-ха. А, вот оно. Ну, я буду. Форшер классы. Что это такое? Это химия, химики, да? Эксперименты. Я предлагаю тебе Артему музыкальный класс стать. Нет. Нужно было лайк играть папе. Нет. На гармошке. Давай. Нет. Ком? Ком? А ты не можешь. Тоже в школу хочешь? Ха-ха-ха. Друзья, Артем, давай серьезно отнесемся к этому вопросу. Ты говоришь, что вот это вот, да, хочешь? Да. Форшер классы, химия. Да. Всякие эксперименты проводить. Блин, я думал, ты выберешь. Нет. Шпорт класса. Круто химия. Шпорт, он и так шпортный. Смотри, вот здесь волейбол, всякий там футбол. Нет. Кубки зарабатывать. Нет. Хорошо, Артем, ты выбрал вот этот вот, да, форшер. Я посмотрим, что там внутри. Смотри, они из лизунов делают пузыри. Ты это уже сделал все. Угу. Зачем тебе еще раз? Я знаю. Ну да, ну, в принципе, мне кажется, интересно, может быть. Как ты, мам, считаешь, нормальный выбор? Да. Скорто не так, как был. Что, Артем, ты волнуешься? Нет. Нет? Тебе все ровно? Да. Ты думаешь, что будешь говорить? Нет. На чуть-чуть. Вообще не учитывая. Что будешь говорить? Я крутой пацан. Да. Уберите меня быстрее в школу. Вообще все бухгалтерные дела ведет у нас мама, поэтому я просто наблюдаю. А, я за шофера сегодня еще. Все бумажные дела я доверил маме. Доверил. Блинцай. Я думаю, что такое. Герскутер? Это как два раза Антон Голландии, а два раза. Да, три раза. Ну все, мы только что поговорили с директором. Сказали, что Артема не берут, что он двоечник. Что? Сказал, что хорошо себя выглядит. Да? Да. Возьмут тебя в эту школу? Да. Сказал, пишет письмо. Школа вообще большая, на самом деле. Она вот туда уходит далеко-далеко еще. Ну здесь сколько мест для велосипедов. Да, это кстати все места для велосипедов. Смотрите, во школе есть только мест для велосипедов? Прикинь. Я думаю, Артем, что ты можешь вполне на велосипеде приезжать сюда. Да, может. Да, может. Он же права получит в этом году? Весной. Весной? Да. Я думаю, ты можешь на велике ездить. Это было бы круто и спортивно. Да. Короче, мы вот так вот устраивались сегодня Артема в школу. Пообщались. И домой. Тать, забери бумаги. Когда он тебя спрашивал, конфликты есть или нет, надо было сказать, что нет. А так он сразу подумал, блин, большие конфликты. Да, конфликтные, что иногда конфликты. Просто ты правду сказала. Обычно хулиганы говорят, что нет, все окей. Да, это так. Но, блин, в таких случаях мне кажется лучше не говорить, что да, иногда у меня бывают конфликты. Ну, с другой стороны это адекватно, у всех иногда бывают конфликты, нет? Если нету, то как-то странно. Наверное, ты мямли и сидишь в углу и ничего не делаешь. Ну, короче. Меня как бы немножко смутило, что он сказал, что да, есть конфликты иногда. И то, что он спросил, если мне что-то не будет хорошо в этом классе, могу ли я перейти, допустим, в другой класс? Да, да, да. Я же вам говорю, что я буду спрашивать. Да, но это выглядело так, как будто я уже настроен, что у тебя будут конфликты и ты уже захочешь туда уйти. Ну, ладно, я думаю, тебя в любом случае возьмут, у них недобор в этой школе. Учеников мало. Потому что эта школа находится на окраине города. Возле кладбища. Да, еще и возле кладбища вот здесь, кстати. Школа находится на окраине города и сюда... Ну, с центра, допустим, не поедешь. Ужасно добираться тяжело сюда. Гораздо ближе школы. Да, и автобус ходит, по-моему, два раза в день сюда. Под школу подстроен этот автобус. Так что поэтому здесь, как бы, с местами все в порядке. Ну что ж, все. Будем ждать ответы от школы. Ты доволен об этом или не очень? Да, я довольна. Чего вдруг? Ты же не хотел в эту школу. А он меня не спросил, а вдруг я с кем-то не хочу в классе быть. Ты сам мог сказать? Он спросил, есть ли у тебя какие-то вопросы или там еще что-то? Да. Мог сказать, что я не хочу в классе быть совсем... Нет, только не Кеви. Конечно, он тебя с ним подправит в один класс, потому что вы одноклассники. Мы с одной школой, ну да. Надо обратно поехать. Поехали обратно. Завтра отведем в седельство рождения и еще твои вопросы. И тогда можешь и сказать? Поздно уже. Короче, Саша уже какой-то день не угомонится, выбирает себе лыжи. Самое время, говорит, покупать. Февраль на дворе. Когда покупаешь лыжи, начинать надо с очков, да? Правильно? Логично. Эти Макаду там очки, да? Со скидкой. Эти Макаду там очки, да? Эти со скидкой 200 евро? 200 евро, тьки. Там были ничем не хуже за 109. Ну, 109 я тебе скажу тоже. Ну, хочешь кататься? Умей раскошелиться. Вот, кстати, скидка. Они стоили 600, потом 500, сейчас 300. Скидка. 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 Вы, короче, себе не представляете. Саша вчера нам столько там информации перерыл в интернете, на ютубе, там, не знаю, где только. Там составлялся какие-то списки, какие лыжи он себе хочет. Короче, так достал, что вот сегодня мы здесь. И я надеюсь, что он уже сегодня купит, чтоб уже успокоился. Ха-ха-ха. Да, Саш? Я тоже надеюсь. Тут беленькие мне нравятся. Ну, для нас, конечно. Видишь, это цена, включая монтаж и еще что-то там. Короче, выглядит так, что Саша тупо выбрал самые дорогие и сказал, что это то, что ему надо. Да. Я еще не вырвал, думаю, только. Как раз, когда я склоняюсь к этим. Ну, дежур дороже реально нет. Ну, они стоили когда-то 800. Сейчас они стоят 500. Штейнер. Так. Дим, анал-фус аф? Стои не обстанды? Нет, нет, нет. Внутри. Да, мудро. Ну, рассказывай. Самое главное это ботинки вообще-то, не лыжь. Короче, я выбрал себе лыжи. Вот там они стоят. Как я говорила, самые дорогие которые, да? И в связи с этим ему хотели втюхать самые дорогие ботинки. Да, но я не повелся на самые дорогие ботинки. Взял подешевле. Они на 50 евро дешевле, но они хотят под цвет подходит. Ну и в принципе по удобству они... А, вот дорогие это вот эти. Но по удобству я не почувствовал разницы, я решил взять те, что по цвету больше подходят. Но они же подходят. И Саше сделали замечательный подарок. Да, мне подарили носки. Которые стоят 30 евро. Подтимки со скидкой 300. И лыжи 500. 800 евро со старта просто... Просто на удовольствие. Вот такой кайф. Я мечтал об этом. И это у Сашеньки еще нет шлема, перчаток, очков, палок. Очки есть. Палок. Это вот палки кстати. Сумки для лыж. Короче, сейчас нагревают мои лыжные ботинки. Будут подгонять их под мою ногу. В общем, к чему все это? К чему эти лыжи и все остальное? Мы готовимся в ближайший Новый год встретить в Австрии. Поехать на горнолыжный курорт. И встретить там Новый год. Такой вот план. И поэтому начинаем понемножку готовиться. Начали с меня. Я безумно рада. Я обожаю лыжи. Я ни разу на них не каталась. Дело в том, что лыжи это была всегда мечта моего детства и юности. Я в юности катался. Брав в аренду их. Никогда у меня своих не было. И вот наконец-то в 30 с небольшим летом у меня исполняется моя мечта. И я куплю то, что я хотел. Да, именно то, что я хотел. Это прикольно. Надеюсь, я с лыжами не ошибся. Потому что я до конца не уверен. Я изучал интернет очень долго и мучительно. Надеюсь, я не ошибся. Носочки кировые. Приятные на ощупь? Носки как носки. Знаешь, такие на спортивные эти похожи. Тепленько? Горячо. Тепленько? Горячо. Да мне не жалко, ребят. Заработал, купил. У нас просто есть другая проблема. Проблема состоит в том, что с Сашей любимые виды спорта меняются со скоростью. Ну, в общем, мы купили. Идем с пустыми руками, потому что Саша будут их еще по размеру подстраивать, настраивать. Завтра он их заберет. Но носки халявные с собой забрали. Я еще даже не заплатил за эти лыжи. Вообще ни за что не заплатил. Можем не возвращаться? Носки у нас уже есть. А он данные наши записал, по-моему. К сожалению. Так вот, я не рассказала. У нас Саша увлекается многими видами спорта. Сначала он ходил на борьбу. Да. Сходил на одно занятие и сказал... Не борьба, а ММА. Бои без правил. Лучше бы ты этого не говорил. Потому что он сходил на одно занятие и сказал, что мне нужно кимоно. ММА, кимоно. Не на одно, а на неделю походил. Одно занятие в неделю. Ха-ха-ха. Короче, купили мы около 100 евро, да? 150, не помню. Кимоно и пояс, Саша. Вот я не вру, ты... Белый пояс. Я не вру, ты от силы одел его. Ну, Саш, ну два раза. Ты камера трясется сильно. Я его одел, между прочим, раз пять. Потом Саша сказал, что он будет с другом заниматься подводной охотой, рыбалкой. Не знаю, короче. Это было до этого. Ну ладно, это было до этого еще. В общем, он купил полную себе экипировку. Ну, кроме ружья пока еще, слава богу. Сначала он один раз занырнул. Сказал, что не может продуться. Что-то не может он сделать. Короче, сделал операцию на нос. Да. Занырнул еще два раза. Я думаю, что в ближайшее время пока не предвидится. Где стоянку оплачивать? И вот теперь Саша решил заняться лыжами. Но я же сделал на носу операцию. Я нырял в Египте. Я нырял за крабами. Ну, два раза три, я говорю. Один раз в Египте, один раз на крабами. И один раз потом на озере. Зато мисс першмаркается легче. И из этого такой успел костюм. Короче, и теперь Саша занялся, значит, лыжами. И вот дело не в том, что там жалко, не жалко, на костюм, на лыжи. Надо стоянку оплатить. А дело в том, что сейчас накупит больше, чем на 1000 евро и прокатится два раза. Три евро. Он не берет твои деньги. Давай, давай. Вывод простой. Саша спортсмен. Жизнь еще длинная. Всегда можно вернуться и к лыжам, и понырять, поохотиться. И, может, я еще захочу на бои пойти. А у меня у кимоно лежит. Хоп, у кимоно лежит. Это он еще обувь не успел купить. Короче, спорт это сила. Единственное из твоего спортивного оборудования, что я считаю оправдано по деньгам, это велосипед. Друзья, занимайтесь спортом. Покупайте самую лучшую экипировку. Не покупайте говно. Потому что потом купите говно и будете думать, почему же я... Почему у меня это шкаф в говно лежит? А так лежит лыжа за 300 евро, за 500 евро. Почему я пожалел? И не будете знать, чего вы пожалели? На что? Заметьте, где Саша паркуется на дамской стоянке. А, у нас стоянки, кстати, смотрите. Видите? Крестики. Это дамские стоянки. Офигеть, дамские стоянки. Смотрите, какие они широкие. Я, короче, ездил по стоянке и вот здесь искал, где мужская. Ни хрена не нашел и запарковался на дамской. Ну а что, лысый что ли? Я хочу себе много золотых. Короче, к чему мы все это... Басня такова. Спорт хорошо. Деньги на спорт жалеть нельзя. Никто не знает, как повернется. Если они есть. Если они есть, конечно. Конечно, каждому в силу своих возможностей. Друзья, я охрененно рад, что я купил себе лыжи. Я так рада за тебя, что ты рад. Потому что у меня дома все пляж проем. Я реально офигенно этому рад. Я очень рад, что я купил ботинки. Лыжи в магазине. Подготовить завтра заберу. Не факт. Суть в том, что сейчас сбылась мечта моей юности. Я в юности мечтал о хороших лыжах. Да хотя бы о каких. У меня не было вообще никаких лыж в плане горных. Я катался иногда. Получалось где-то взять в аренду и еще как-то. Вот она, сбылась мечта. Спустя, блин, больше 20 лет я сделал это и купил себе свои собственные лыжи, свои ботинки. Теперь, как у всех нормальных людей, у нас на балконе будут стоять лыжи. Да. Кстати, мы еще будем выбирать лыжи для Тани, наверное, да? Я думаю, мне хватит митовать, Саша. Если я в течение недели эти раз покатаюсь, для этого... Митовать это значит арендовать по-русски. Я не думаю, что стоит мне покупать. Я даже на них ни разу не стояла. Ну ладно, ты раз попробуешь, арендуешь, понравится, не понравится, пойдет, не пойдет. Я-то знаю, что мне понравится, потому что я катался и я кайфовал от этого всегда. И буду кайфовать и сейчас, я уверен, на сто процентов. Мне главное тепло одеться. И мало того, что лыжи, еще у меня была мечта уехать когда-нибудь покататься в большие горы. Где-нибудь большие горы. Большие горы. Да, где можно спускаться по полдня вниз просто по кайфу. И блин, вот она, она в следующем году должна исполниться. Круто. Спасибо, Тань, за поддержку. Ты молодец. Да. Ты обосрала меня, блядь, с ног до головы вообще, блин. Ты почувствовала? Что ты говоришь такой, ничего не обосрала? Да, кимоно шмамоно. Кимоно, я рассказала, как есть, пускай все знают, какой у тебя спортсмен. Зато я в качалку хожу и почти не твачу денег. Вот это да, и лучше бы ты себе на спортивные штаны бы так тратился, как на лыжи.